Промой щеткой в желобке. Какой-нибудь один. Этот ржавый вот этот. Глава семьи Владимир Виноградов собирается в лес за березовым соком. Его провожает супруга Надежда, готовит банки и марлю, а также инструменты. Женщина признается, весной муж всегда балует ее особо вкусным напитком. Каждое утро приносит в постель. Много полезных веществ в нем. И очищает организм. Приятно все пить. Толстая нам не нужна, сильно толстая. Ну вот, я думаю, что хорошо. И вот эта береза, мне она очень нравится, эта береза. Первым делом Владимир Виноградов тщательно выбирает березу. Важно, чтобы дерево было не очень старое. Пара оценивающих взглядов и белая красавица выбрана. Старую березу, конечно, нежелательно. Помоложе. Как говорят женщины молодые, это тоже очень лучше. Вырежете. Вот. Ну, березу, ну, не тонкую. Ну, такую, чтобы она крепкая была, чтобы не навредить, чтобы топором не рубить. Аккуратно нужно с природой. Потому что природа – это наша жизнь. В общем, если мы, как мы к ней, так и она к нам. Главное – не навредить, говорит Владимир. Березу ни в коем случае нельзя рубить топором. И не нужно глубоко сверлить, ведь сок находится сразу под корой. Вот дошли до дерева, пошла стружка. Значит, все. Останавливаемся. Вот смотрим. Есть сокодвижение. Вот оно пошло. Вот он, пошел сок. Как правило, березовый сок начинает бежать, когда тает снег. И набухшие почки – первый знак, что пора собирать этот напиток. Сбор березового сока прекращается, когда распускаются листья. Польза сока была замечена еще нашими предками. Секреты лечения этим напитком передаются из поколения в поколение. Он имеет целебный состав. Ведь береза – одно из самых полезных деревьев нашей планеты. Говорят, лечебный помогает. Вот сок. Как яблоко. Это адамовое. Сок любви. Понимаете, как весна приходит. Я жену свою так часто вспоминаю, как попью сок. Прямо беда. Люблю очень. После сбора сока дереву нужно помочь выздороветь. Для этого необходимо закрыть отверстие глины или мхом, чтобы в ствол не попали бактерии, советует мужчина. Юлия Шабанова, Гульнара Гайни, Максим Минеев. Телеканал Эфир.